добрый вечер да я очень рад что вы собрались за несмотря на погоду у меня тоже началось не очень удачно но все закончилось хорошо так что надеюсь что мы сегодня хотя бы немножко поговорим немного более-менее конструктивным и оптимистичным ключе до свете последних событий и хочется чего-нибудь такого до более-менее научного то что смотрится с некой критической точки зрения и так далее и тому подобное я постараюсь конечно сегодня это сделать с другой стороны опять же да то есть у меня такая привычка я буду все портить то есть я буду пытаться рушить чита мировоззрение дать и установки и так далее чита какие-то предположим предупреждения и так далее потому что как вы знаете цикл называется мифы в принципе в медицине и сегодня очередная лекция и она посвящена очень такой распространенной до во-первых проблеме во вторых она касается каждого каждый с ней когда нибудь сталкивался и вот здесь как раз мифов но я просто не представляю сколько я постарался конечно наиболее интересные и наиболее такие значимые добрать на самом деле конечно их не на одну лекцию далеко не на одну лекцию почему и так происходит ну потому что очень много неточности чем много недопонимания чем много новой информации которая появилась и которая до сих пор не обновилась еще до в прошивках тех людей которые в общем-то не сталкивались никогда не с химией не с биологией не с медициной таких как вы понимаете достаточно много дать только теперь он ходит люди с естественно научном образовании но есть и другие люди нормальные да те которые живут за стенами гиперриона и которые в том числе имеют на предположим какие-то гуманитарные специализации технические и так далее и для них некоторые вещи оказываются сюрпризами то есть я неоднократно когда разговаривал с такими людьми в том числе и по этим разговорам по результате этих разговоров сделана лекция они сильно удивлялись тому что им рассказывал еще сильнее удивлялись да когда это оказывалось правдой то есть не то что я это придумал предположим да или было каким-то моим мнением а на самом деле это основывалось на достаточно такой неплохой научной базе которая накопилась вот в 21 веке основная одна из основных причин то что здесь в этой теме очень мало четкого да то есть у каких-то четких определений четких цифр четкого понимания и так далее да более-менее понятно что такое витамины да то есть на таком на каком-то бытовом уровне но если начинать копать глубже то есть давать определение некое определение то мы столкнемся с достаточно большим количеством проблем и я думаю что многие видели списки витаминов скажем ну хотя бы там 20-15 лет недавности вели как их много и опять же те кто сталкиваются и с англоязычной и с нормальной уже с переводной и либо со современной российской литературой они видели как в ней мало теперь витаминов почему так происходит ну потому что происходит как я уже сказал накопление новой информации понимание того какую роль во-первых играют витамины и во-вторых что это вообще такое потому что если мы будем давать определение у нас получится как минимум пять таких пунктов которых обязательно в обязательном порядке должен соответствовать витамин во-первых это органика то есть это органическое соединение это означает что не соль да не сода и еще что-то даже очень сильно нужное витамином не является это первое второе абсолютно необходимо для нашей жизнедеятельности да то есть что это означает при его отсутствии развивается заболевание которое называется соответственно а витаминозом по такому-то витамину ну либо у них есть какие-то свои собственные номинования думаю что все слышали как называется а витаминоз по витамину c до цинга или скорбут и так далее то есть это известные описанные клинические состояния причем с очень характерной симптоматикой что это важно далее организм не в состоянии производить витамины в нужном количестве это важно почему потому что кое-что мы все-таки можем производить например тот же витамин d в коже да он про их под действием ультрафиолета мы как бы его сами производим но для этого необходим внешний фактор очень важный это первое второе например некоторое количество витамина к тоже мы можем начнем и конечно а те создания которые в нас внутри живут наша микрофлора тоже может в некотором количестве нас обеспечить то есть нужно понимать что витамин это вещь которая не отсутствует нашем организме а либо отсутствует либо присутствует в очень небольшом количестве следующее требуется в минимальных дозах что это означает что например белки жиры и углеводы это не витамины потому что они требуются таких промышленных масштабах то же самое касается например незаменимых омега-3 например полиненасыщенных жирных кислот да это сейчас такая топовая одна из топовых тем так вот там их требуется в граммах в сутки и соответственно это тоже не витамин хотя их иногда там называют витамином f и так далее но это уже больше такое устно народное творчество и больше поп чем научи да еще раз повторюсь обязательно это обязательное требование в минимальных количествах и вот тут как раз бывают разночтения потому что что такое минимальное количество каждый понимает по-своему в общем то сейчас примерно где-то на 100 миллиграммах наверное остановились потому что один из самых больших наверное одна из самых больших рекомендуемых до суточных дозировок если я не ошибаюсь это у витамина c около 50 миллиграмм 50 миллиграмм в сутки соответственно все что больше 100 в общем то как-то витамином уже нет смысла считать потому что он требуется уже в промышленных масштабах если мы говорим о о нашем организме а так обычно микрограммы и миллиграммы там десятки скажем миллиграмм это максимум и последнее и самое важное что все это находится в пище то есть витамины находятся в той пище которую мы едим если она находится в древесине да мы будем грызть и оттуда добывать это не будет витамином а вот если она находится скажем плодах и еще в чем-то в чем что мы по своей природе едим туда это будет считаться витамином как видно из этого определения для каждого организма витамины будут свои например витамин c не будет витамином для кошек для крыс для птиц и так далее потому что они это умеют внутри себя синтезировать это он только для нас витамин по большому счету для основного числа приматов я боюсь ошибиться но по моему почти все приматы не умеют синтезировать и даже по моему некоторые из грызунов по моему копибары но это уже да я здесь боюсь налажать я заступаю на не свою территорию поэтому быстренько оттуда возвращаюсь и тогда то есть витамин это вещь которая привязана к конкретному организму то есть мы сегодня говорим о человеческих витаминах то есть те витамины которые являются вот всем по всем вот этим пунктам они соответствуют и именно для человека значит почему большое количество заблуждений в том числе да например мы свое время супругой развлекались тем что искали ошибки в учебниках биологии в курсе человека его здоровья значит мы насобирали целую кучу целую коллекцию то вот этих учебников понадергали из них очень интересных мест разобрали опубликовались неоднократно кстати потом встречались с автором одного из учебников с пасечником и он сказал ну вы понимаете что мне просто не с кем уже писать учебники то есть если раньше были в общем-то достаточно большое количество и желающих во первых во вторых были но все-таки некий референтной организации куда можно было обратиться и получить действительно хорошую информацию то здесь вот как видите автор причем не самые плохие авторы сонин и сапин причем сапин достаточно хорошо известен скажем по учебникам анатомии ну по которым мы в свое время тоже учились так вот одно из самых грустных утверждений да это что известно около 80 витаминов вот даже если мы сложим все даже витаминоподобные существа даже то что называется минералами да вот и все равно восемьдесят не получится я считал что-то около 46 если вообще все вместе сложить и марганец предположим селен там 5 холина еще там что-нибудь и все равно не получается откуда эта цифра взята непонятно вы же понимаете да что учебники пишутся без ссылки на источники поэтому проверить невозможно это первое и второе например еще одно из утверждений что многие витамины входят состав ферментов и правильно это как бы их одна из основных биологических ролей они коферменты являются либо предшественники экспериментов а здесь и сами являются ферментами а вот тут уже неправильно вот тут уже чистое вранье потому что ферменты у нас белки белковых витаминов у нас не существует в том числе и поэтому то есть вы понимаете да со школы люди выносят очень такие странные знания в том числе и витаминах о том как они влияют на наше здоровье и именно поэтому приходится в том числе читать эту лекцию вот тот самый список на сегодня существует 13 витаминов все больше никаких нет есть четыре жирорастворимых это а д е к и вот такая пачка 9 водорастворимых причем только один витамин c все остальные 8 относятся группе в некоторые были переименованы и в ходе скажем так исследований ходят перри номинования да то есть когда переходили на нормально общепринятую классификацию чтобы во всем мире было понятно потому что ну например фалаты раньше могли называться как bc витамин или витамин м тоже очень странно и во первых ну ладно больше еще можно кое-как понять а причем тут витамин м не очень и так далее то есть была введена единая классификация теперь во всем мире и у нас в том числе должны вот пользоваться вот именно этим списком витаминов вот все что в правой части в левой верни от меня части экрана это извиняюсь самозванцы то что витаминами никогда верни как они никогда были даже списке витаминов потом их называли витаминоподобными веществами а потом они ну просто нутриенты то есть это то что мы едим то что иногда оказывается в пище но они не соответствуют вот тем требованиям которые предъявляются к витаминам например очень по многим вот этим заболеваниям не описано а витаминозы а это в принципе важно да потому что должна быть клиническая значимость должно быть не просто некое соединение оно должно быть клинически значимым ну тут думаю что многие виды витамин у был все время очень популярен для профилактики язвенной болезни на его добывали по моему в том числе домашних условиях из капустного сока значит что еще здесь холин из яиц из куриных и так далее ну то есть тут очень много всего такого интересного причем даже если просто биофлавоноиды то есть вообще все все что там есть еще эти альфалипоевая кислота она для чего-то вообще нужна ну исключительно для того чтобы есть дунта там она участвует в некоторых предположим циклах но еще раз повторюсь это не жизненно важно да то есть раньше раньше это было витамином а теперь видите это как бы к клону самозванцев относится в принципе не может быть такого что у вас не хватает нет 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 это я чуть попозже расскажу там все очень интересно и очень непросто точнее наоборот все очень просто значит если мы будем говорить о об открытиях да то есть я не буду подробно расписывать историю это везде расписано очень подробно там наследили и польские исследователи да и наши очень хорошо наследили то есть это прям наша тема и есть в том числе несколько нобелевых врученных за исследование витаминов и так далее все это очень хорошо и подробно описано это не скажем так не относится к мифам и к заблуждениям я просто коротко скажу что подавляющее большинство витаминов были открыты и изучены буквально за 35 лет то есть примерно с 13 года когда впервые в печени трески в масле печени трески до нашли витамин а и заканчивая сорок восьмом годом витамин b12 на последний открытый витамин в принципе больше ничего нового такого получившего именно статус витамина за прошедшие достаточно ощутимое количество время открыто не было с другой стороны понятно что люди всегда сталкивались с недостаточностью некоторых веществ и скажем в той же юго-восточной азии до традиционно была такая куриная слепота и в принципе слепота которая была связана с нехваткой витамина а а скажем где-нибудь если мы берем севера да то там будут проблемы с витамином c и так далее то есть это зависит от того как люди традиционно питались что им было доступно и так далее и да еще древние египтяне знали что если у человека куриная слепота его нужно кормить печенью ну правда там не уточняется чей но я так все-таки надеюсь что рыбь значит одна из интересных один из интересных моментов истории я буквально чуть-чуть скажу о джеймсе линде значит почему потому что это считается первым более-менее приличным клиническим исследованием как раз который относится к витаминам это первое и второе когда использовались экспериментальные группы группы сравнений и так далее то есть все-таки это исследование с неким дизайном понятно что у него масса недостатков и всего остального если коротко когда начали плавать на большие расстояния выяснилось что люди очень плохо переносят вот тот рацион который находится на корабле то есть большинство моряков страдали от цинги в длительных плаваниях то есть у них начинали буквально вываливаться зубы кровоточивость и так далее почему мы теперь знаем то есть это мы теперь знаем да что аскорбидная кислота играет важную роль в синтез коллагена соответственно если у нас нет коллагена у нас расшатываются десна да и идет выпадение зубов изменяется проницаемость сосудов идет повышенная кровоточивость и так далее то есть все это складывается в клиническую картину цинги в то время были только предположения о том что является причиной одна из причин называлась плохая гигиена еще одна из причин недостаточная физическая нагрузка еще одна из причин это гниение и вот как раз джеймс линд он был доктором королевского флота он придерживался гипотезы о гниении поскольку организм как бы застаивается до происходит гниение нужно его останавливать как останавливается гниение в принципе если мы берем ну вне корабля до какие-то мяса или еще что-то кислота поэтому он решил в одном из плаваний у него было 12 пациентов с цинвой он их разделил на 6 групп по два человека значит первая группа получала так кварту сидра каждый день следующая группа 20 капель 25 капель медного купороса ну потому что давит и 104 кислота понимаете дальше 6 ложек уксуса это следующая группа 3 четвертая пол пинты морской воды 5 2 апельсина и один лимон и последняя шестая пряности которые можно было запить ячменной водой значит все пришлось закончить досрочно потому что пятая группа слопала все песен и лимон то есть когда кончились апельсины лимона к сожалению пришлось свернуть проект но тем не менее некоторые выводы линд все-таки сделал он увидел что вот в пятой группе единственный из всех остальных у людей у одного полностью прошла симптоматика цинги а второму стало сильно легче правда он сделал не совсем правильный вывод он сказал что да действительно цитрусовые помогает но остальное тоже помогает просто хуже поэтому все остальное тоже можно использовать и это очень долго использовалось в королевском флоте тем более что людей которые принимали скажем апельсины лимона либо сиропа и либо предположим какие-то выжимки из них до в королевском флоте не особо величали да их так у него было такое прозвище лайми но это что-то среднее между лимончиком или там не знаю лимонна выжималка и штаг ночью обидно поэтому моряки в общем-то как-то не особо стремились так цитрусовым это первое и второе этим в основном занимался тот флот который плавал в новый свет предположим либо какие-то более теплые моря а вот те кто ходили в арктические экспедиции они были прям суровые суровые и сказали что никаких цитрусовых ничего не знаем ну и купорос да и все остальное на самом деле все гораздо хуже значит в они в принципе пользовались вот теми гипотезами другие да то есть врачи и адмиралы которые руководили этими экспедициями они пользовались другими гипотезами происхождения цинги значит это происходит из-за того что матрос не занят да ему нечего делать первое второе него маленькая физическая нагрузка и третьего него низкий моральный дух ну и соответственно чем с ними занимались физической подготовкой интенсивной до постоянно чем они были заняты то драят то там пачкают или еще что то то есть и естественно с ними проводились политзанятия молитвы там и так далее то есть все такое дело понятно что это не улучшало ситуацию с цингой да но зато и доктора и адмиралы могли самореализоваться в общем-то более менее ситуации приличной стало только начало 19 века когда уже все-таки поняли что да действительно похоже что цитрусовые все-таки помогают и да в таких близких плаваниях не в дальних потому что дальних очень сложно было сохранить как например дело джеймс кук его экспедиция взяла с собой квашеную капусту и это в принципе спасло их потому что квашеной капусте тоже содержится немалое количество витамина c причем очень немало а в остальном делали так что когда плавают на небольшие расстояния берут с собой лимонный сироп специально отжатый а чтобы он не пропадал его стали им стали разводить ром так появился игрок ну и так далее то есть это очень интересная история видите да действительно она связана с клиническими исследованиями и с витаминами в том числе и заблуждениями к сожалению с человеческими далее значит если мы будем говорить о химических так называемых да и натуральных витаминах то вот вам публикация из очень даже научного журнала nature chemistry здесь израильские исследователи перечислили все вещества которые не содержат химию пусть это реальная публикация вот она вот так выглядит здесь все вещества которые не содержат химию ну как вы понимаете даже все вокруг химическое все состоит естественно из химических веществ из есть соединение вокруг нас есть там еще какие-то очень химия кругом а сплошная химия понятно что будут различия да как выглядит например натуральный тиамин это вот одна формула да а вот синтетически это совсем другая на самом деле опять же существует строгий химический закон да если у двух веществ сходные формулы то есть свойства них сходные независимо от того из каких источников она получается если этот тиамин предположим находится где-нибудь в каком-то животном источнике предположим это одно и если мы его синтезировали если мы узнали его формула если мы научились его синтезировать то это будет тоже самое один в один да есть некоторые нюансы например там когда пытались синтезировать уже аскорбиновую кислоту до выяснилось что она есть л и д формы и так далее но с другой стороны сейчас прекрасно умеют либо разделять эту так называемую рациимическую смесь до либо иногда даже выясняется что эта рациимическая смесь она даже лучше чем чистый какой-то там лево вращающий там или предположим там цис специально да то есть цис ориентации витамин и так далее не всегда то что химическое да это не означает что оно плохое далеко не всегда и далеко не всегда натуральное да или природного происхождения означает что это хорошее потому что есть разные варианты например очень известный очень известный и описаны неоднократно описана неоднократно ситуация в рыбе содержится такой фермент тиминаза например в атлантической селедке сельди точнее и если есть в необработанном виде то есть не подвергая термической обработке во время которой соответственно это тиминаза здесь конкретно первого типа она разрушается то с через некоторое время описываются очень неприятное состояние что такое тиминаза да то есть это фермент а за это означает фермент тимин а за то есть это тот фермент который разрушает витамин b1 вот здесь она приобрет делать с ним нехорошие и он как бы исчезает из человеческого организма очень быстро достаточно и те предположим какие-то группы людей которые живут в таиланде да то есть это описано в том числе было в таиланде и питались именно в основном сырой рыбой либо это часто пишут в том числе о северных народах такое тоже бывает там используют необработанную рыбу и вместе с хорошим витамином а да то есть который содержится в том числе в рыбе получают такую плохую присадку который разрушает b1 получается что люди которые едят большое количество сырой рыбы они получают небольшой но фиксируемый гипервитаминоз по а и гиповитаминоз по b1 то есть это как бы вы понимаете природная потому что природа не задумывала эти вещи для человека просто так получилось что мы можем их использовать и так далее поэтому ничего рационального в витаминах вот именно с точки зрения продуктов нет там нет ни на не надо искать рациональность ее там просто нет бывает так что они либо помогают друг другу да а бывает так что и мешают и это еще раз повторюсь вещь природная натуральная на средство процентов почему же натуральные витамины предпочтительные но тут все очень просто на самом деле да вот именно потому что они находятся в продукте питания и когда вы пытаетесь добыть витамин скажем из морковки да вы получаете и другие вещества которые не содержатся их там очень много вы получаете клетчатку вы получаете много чего туда интересного вместе опять же вместе с витамином это важно потому что натуральное хорошо только в том смысле что это продукт цельный продукт да то есть вы не какой-то один витамин берете получаете вы получаете сразу несколько важных и нужных нутриентов и это единственное обоснование почему витамины лучше получать из пищи еще одно очень распространенное заблуждение да о том что витамины это биодобавки очень часто говорят ну а что вы имеете против там биодобавок ведь это же витамины то все хорошо все натуральное все полезно и так далее опять же не совсем вот здесь находятся две упаковки я специально подобрал препараты со сходными действующими веществами там находится витамин d3 и кальций и в одной и во второй нет в руку в этой нет кальций но неважно в общем витамин d3 и там и там и одно из них биодобавка а второй из них лекарственные средства вот на первый взгляд и даже на второй взгляд вы не отличите где что потому что и описание примерно одинаковые да то есть вы видите информации примерно одинаковые расположена и там таблетки и сам таблетки и производитель там достаточно известный и здесь достаточно известный выяснить что является чем можно только заглянув в соответствующие реестры да то есть мы выясняем что вот то что у нас было справа это лекарственные средства потому что она есть государственном реестре лекарственных средств и она зарегистрирована как лекарственное средство а второе у нас находится в реестре роспотребнадзора и поэтому это биологически активная добавка точнее так она зарегистрирована как биодобавка и поэтому находится в этом реестре и все что у нас получается что витамин это субстанция из которого могут делаться все что угодно они могут помещаться например продукты пищевые да в этом случае они проходят по под индексом е например ну не секрет да что я 330 это у нас по моему аскорбиновая кислота или или лимонная вот могу запутаться есть где 300 и е 330 одно из них лимонная кислота то аскорбиновая вот тут могу перепутать белков нужен срочно значит и да то есть это получается вполне себе легальное пищевое вещество которое можно добавлять в том числе в продукты кроме того вы можете сделать поместить его предположим в какой-то витаминно-минеральный комплекс за зарегистрировать как лекарство и получить регистрационное свидетельство это будет лекарственное средство можно зарегистрировать по упрощенной схеме да как одно из разновидностей пищевого продукта биодобавку и вы у вас будет витамин с биодобавкой что интересно да по большому счету да то есть это исключительно форма исключительно от удобства регистрации потому что биодобавки например дешевле регистрировать это первое и второе я чуть попозже покажу ну с контролем там поле то есть можно немножко помухлевать значит но я хочу обратить внимание что все-таки витамины это по большому счету те средства те вещества которые могут не только наносить пользу но и причинять вред вот например мы берем из описания аскорбиновой кислоты это из государственного реестра лекарственных средств инструкцию и мы видим здесь есть побочные действия вон сколько передозировка потом взаимодействие с другими лекарственными средствами и что интересно витамин c у нас так часто пьют как вот я себя плохо чувствую да надо поднять тонус попить витамин какие-нибудь ну и витамин c в том числе он же хороший вот но смотрим что у нас там со стороны цены с головная боль чувство усталости и так далее при применении больших доз более миллиграмма повышение возбудимости cns и бессонница замечательное средство конечно да именно то что нужно примет принимать при усталости еще раз это вещество которое может оказывать массу негативных воздействий на человека это нужно в обязательном порядке учитывать это не так что вы знаете там витаминка да к ней относится что можно попить можно не попить и так далее это вещь которая действует да на организм реально действует у нее есть доказанное действие на организм и она не всегда может быть хорошим это обязательно нужно учитывать далее вот как раз то о чем я говорил значит очень известный американский проект они периодически смотрят различные потребительские товары на соответствие качество количественного состава вот тут им на зуб попался витамин да точнее 50 самых популярных соединенных штатах витамина минеральных комплексов можно найти это в интернете да почитать какие конкретно там эти комплексы но самое интересное это вывод что качественное то есть качественный состав был примерно одинаково это более-менее хорошо да то есть никто не скрывал там не убирал какие-то ингредиенты заранее заявленные а вот по количеству либо от минус двадцати четырех процентов да то есть это меньше чем положено до плюс ста пятидесяти семи процентов почему плюс такой большой для чего это делают ну для того чтобы в течение срок годности да это витамин оттуда не исчезали а то вдруг ну кто-нибудь возьмет на проверку да предположим и обнаружат ведь витамины имеют нехорошее свойство да они все-таки изменяются и достаточно долго они лежать не могут они будут либо окисляться либо еще какие-то с ними процессы будут происходить именно поэтому их загоняют в большем количестве чем нужно и причем это еще не самый плохой вариант мне приходилось читать присылали американские коллеги токсикологи было пять тысяч процентов по витамину е от суточной нормы в причем капсулы там по-моему или 500 капсул такая здоровенная упаковка в омарке продается вот и что ну то чтобы два раза не ходить один раз купил себе это пять тысяч процентов потребности замечательно значит причем что интересно да это и для нас тоже характерно то есть когда мы учились но я понимаю что я учился девяносто на рубеже восьмидесятых девяностох не самое лучшее время так вот это то извиняюсь да что чтобы здесь были значит и да когда он был курс гены военной гигиены соответственно мы изучали то есть мы проходили в том числе витамины проходили методики определения их в продуктах и в том числе были лабораторные работы по изучению витаминов именно препаратов да почему потому что в армии тоже применяются поливитаминные препараты может быть помните были такие витаминки ундевит я не знаю сейчас встречаются нет но вот но раньше на армейском снабжении было очень много этого ундевита мы брали специально еще с ней стекшим сроком годности и проводили аналитику химическую все какое положено и в подавляющем большинстве случаев мы находили краситель желтый раз аскорбиновая кислота примерно 10-15 процентов и глюкоза ну примерно где-то 75-80 процентов от заявленных величин все больше ничего там больше ничего не было вот то есть это в общем то такая вещь как вы понимаете да то есть гарантировать качественно количественный состав но качественный еще можно а количественный состав гарантировать это практически нереально витамины такая вещь которая к сожалению разлагается скажем так то есть подвергается различным внешним воздействиям и поэтому производителям приходится придумывать самые 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 разные лекарственные формы чтобы уберечь их от преждевременного разложения вот на самом самом первом слайде была как раз одна из таких форм она называется спансула то есть это такая достаточно плотная капсула внутри которой находится микрогранулы либо там могут еще микрокапсулы находиться и так далее то есть я думаю вы видели витамины в том числе в такой форме продаются это первое и второе делают так называемые умные таблетки то есть одно дело одна из технологий получения таблетки это просто прессование до самое старое сейчас их делают путем напыления да то есть идут там слой за слоем и так далее они достаточно дорогих производстве но поскольку сейчас и наука хорошо вперед ушла до и робота очень активно людей заменяют вот то все это дешевеет и постепенно до современные витамины минеральные комплексы они в общем то позволяют гарантировать хранение тех веществ которые заложены в течение срока годности хотя бы это уже хорошо значит смотрим дальше а дальше это побочные эффекты как я уже сказал да что многие считают что витамины это вот именно что витаминки то есть что-то вроде конфеты так далее легкие такие вещи которые можно принимать самому по своему усмотрению и любое количество времени не беспокоится каких-то последствиях но на самом деле вот камни в почках да это один из самых распространенных побочных эффектов гипердоз витамина c мы еще сегодня о них поговорим но вот это увлечение высокими дозами да то есть более одного грамма даже в течение одной недели вот то есть более одного грамма в течение недели примерно в два раза увеличивается риск образования камней на фоне приема таких препаратов то есть это вот здесь можно посмотреть есть атрибуты исследования это подтверждалось неоднократно и если посмотреть инструкции которые показывал туда это тоже внесено специально указано что да повышается вероятность образования камней поэтому нужно быть осторожным в том числе и с таким очень полезным очень нужным витамином c далее казалось бы водорастворимые витамины но не должны вредить они же не накапливаются тем не менее большое количество скажем того же витамина b1 тямина он может привести к нафилактическому шоку почему потому что они работают как гистамина либераторы ну что это означает да то есть вот эта тучная клетка на недостаточно большое количество антитела можно увидеть это иммуноглубленные которые отвечают том числе за аллергический ответ и в том случае когда на эту клетку воздействует некоторые вещества их не так много да но они есть которые высвобождают огромную просто не заставляют эту клетку сделать так из него вылетает гигантское количество медиаторов вот этого аллергического воспаления первую очередь конечно гистамина с интересует и анафилактический шок на фоне приема гипердоз витамина b1 описан то есть эта вещь клинически значимая действительно описаны не только у жирорастворимых витаминов могут быть негативные последствия потому что жирорастворимые все понятно да потому что токсический гипердоз витамина а неоднократно описаны и когда люди предположим съедают там печень акулы да или там печень белого медведя то это практически гарантированный развал полностью печени да потому что собственной печени потому что печень этих животных содержит просто гигантское количество это витамина а и до развивается молниеносный токсический гепатит и заканчивается очень печально то же самое например о невероятно популярном сейчас он снова на волне витамин d то же самое и у него описаны побочные эффекты достаточно неприятные у него описаны гипервитаминозы и так далее единственное для чего мне не удалось найти описание гипервитаминоза это витамин е с одной стороны с другой стороны у него очень много лекарственных взаимодействий неприятных например он взаимодействует с разжижающими кровь препаратами например ну тоже варфарин и со всякими препаратами для ума до гинкобелова и вот это самое известное сочетание это варфарин гинкобелова белого и витамин е это называется получи инсульт подарок потому что идет ну то есть просто разжижение крови в ноль они действуют синергично друг другу и остановить такое кровотечение иногда бывает очень и очень трудно то есть по большому счету кровь просто свободно проникает через стенки капилляров и попадает например в ткань головного мозга и вот такая неприятная вещь может быть она описана опять же неоднократно значит еще одно очень распространенное заблуждение что их нужно обязательно внутримышечно там или еще как-то ну да некоторое время назад это было очень распространено то есть обязательно капельница это обязательно и обязательно поколоть витаминки да там b1 b6 по моему через день чередовались а b12 каждый день они красивые да какие кто-то желтенький предположим кто-то розовенький да кто-то еще какое-то ну пахнут очень необычно да когда открывают то есть человек чувствует что его лечат именно на этом исключительно на этом и основан этот эффект потому что современное исследование показывают что вообще все ну почти все до пероральные формы современные они не уступают а иногда даже ну они лучше чем инъекционные формы тех же препаратов потому что инъекцион это извините это скорая помощь да это вот то что нам нужно получить эффект немедленно вот сразу буквально там на кончике иглы да в этом случае мы используем инъекционные формы но во всех остальных то что касается витаминов да вполне можно перорально хотя хотя конечно есть естественно есть исключение без этого никак когда используется например инъекционные формы витамина b12 в том случае если у человека либо заболевание тонкой кишки либо после хирургической операции у него удален тот участок где всасывается основное количество b12 его можно пить литрами но он просто не будет всасываться и да в этом случае нужно его будет вводить инъекционно но это состояние скажем так не рядовое не то которое есть у каждого человека это состояние опять же требующие врачебной диагностики врачебного вмешательства и врачебного контроля да то есть витамины могут колоться но это не означает что нужно обязательно там или раз в год или раз в полгода идти в больничку ложиться и прокалить ко мне витаминчики это просто от отпуск такой своеобразный был свое время не знаем сейчас с этим конечно посложнее но еще раз инъекционные формы это исключительно выбор врача в очень небольшом перечне ситуации теперь переходим к лайнусу полингу в этой теме он пожалуй навредил больше всех вместе взятых без преувеличения гениальный ученый да то есть один из отцов основатель и чуть ли наверное не главный отец основатель молекулярной биологии его работы были отмечены нобелевской премии и они действительно для своего времени были революционны то есть его долгое время не принимали эти работ тем не менее он так сказать сумел все это сумел выстоять сумел доказать свою точку зрения и да действительно это было отмечено нобелевской премии по химии в 1954 году когда говорят о том что лайнус полинг это супер авторитет именно потому что у него две нобелевских премии забывают что вторая премия это премия мира и она ему была дана за присуждена точнее за его пацифической деятельности за антиядерное движение да то есть вот я не помню как она называлась если честно потому что их было несколько да было врачи мира против ядерной войны что-то в этом роде то же самое относилось к ученым но что интересно его позиция была одинаково неприемлемо что на западе что в ссср это пожалуй одна из немногих таких уникальных ситуаций он как-то умудрился так сделать так что его не там не принимали не там но тем не менее нобелевской премии мира отметили так вот все его работы которые касались химии они никаких вопросов не вызывали естественно да то есть непререкаемый авторитет но тут 65 лет у него началось своеобразное увлечение да то есть очень так бывает так бывает когда люди в том числе научного склада в том числе гениальные их на чем-то клинит особенно с возрастом я вот не знаю на чем меня заклинит мне страшно прогнозы строить вот но его заклинило на витамин c почему то есть для этого были объективные причины он не просто так что вот сидел сидел а вот отчего не витамин c у него было заболевание почек причем такое достаточно тяжелое и ему приходилось долго время сидеть на очень строгой диете естественно что строгая диета да это означает в том числе и достаточно выраженный дефицит по очень многим витаминам в первую очередь него например в том числе был по витамину c это еще была не стопроцентная цинга но вот какая-то такая вещь пограничная один из коллег ему предложил ты попробуй попить витамин c тут я честно говоря не скажу почему так произошло это между ними был разговор потом он как-то напомнил то ли в письме то ли еще что-то причем сразу таких ощутимых дозировках 3 грамма то есть начинали они с 3 грамм опять же еще раз повторюсь у него было заболевание у него но он придерживался очень строго диеты поэтому когда он принял первое так сказать дозу витамина c ему существенно поягчало естественно на этом сделал какой ну все значит правда значит работает поскольку с клинических исследований тогда еще они были в ну в общем-то очень странные достаточно вспомнить историю с тридомидом да это примерно где-то в те же годы и до артика хрейна еще было в общем-то достаточно ощутимо до доказательной медицины тем более до дизайна соответствующего клинических исследований тем более и здесь просто сработал авторитет то есть вы понимаете да что человек с двумя нобелевскими премиями не тоже не разбирается дают за что они конкретно даны две нобелевских премии все это без вопросов один из самых распространенных аргументов когда врачи пытались противостоять этому мне спрашивали доктор а у вас есть нобелевская премия доктор такой ну нет вот а у него две все то есть это решающий аргумент был во всех спорах значит получилось как что буквально за пять лет вот этот это начинание полинга да то есть прием гипердоз витамина c подхватило 50 миллионов человек в америке производители естественно сильно обрадовавшиеся такому неожиданному счастью назвали это эффектом полинга значит это описано можно почитать достаточно интересная такая ситуация у пола офита есть очень интересная книга как раз по различным заблуждениям по витаминам к сожалению пока не перевели на русский но можно найти на английском почитать и эффект полинга там том числе описан то есть просто взрывной рост это витаминной промышленности да то есть они просто свалилась куча денег по большому счету да и было гора народу которые требовали дайте нам витамин c естественно на этом выросла огромная промышленность и понятно что этот спрос ни в коем разе снижать нельзя было вы понимаете но какой теряет поэтому когда маховик раскрутился остановить его потом уже было нереально и примерно отсюда потом выросла биодобавочная промышленность да при принципе эти добавки и все остальное то есть было несколько ответвлений и так далее все это держится до сих пор и в том числе аргумент доктора сколько у вас нобелевских премий меня тоже так спрашивали когда я об этом пытался рассказывать людям которые пропагандировали большие дозы витамина c насчет первое на что предлагал тратить витамин c лайнус полинг это был грипп простуда гриппа простуда и одна из его и самых известных книг так назывался витамин c простуда к сожалению к сожалению да я почему так говорю потому что если бы это было реально работающим средством мы бы с вами не болели простудами к сожалению мы продолжаем болеть в большом количестве каждый год и так далее именно потому что у витамина c нет ни профилактического эффекта не терапевтического и что самое интересное это было показано чуть позже в институте лайнуса полинга значит да это был мемориальный институт то есть уже после его смерти группа пальцев рай если я не ошибаюсь доктора и они как раз в том числе по заветам полинга проводили достаточно большое количество исследований в итоге пришли вот такому заключению что не тем ни другим свойствам это не обладает но полинг на этом не остановился и следующего книга она мне есть дома перед периодически перечитываю когда мне кажется что все плохо она называется витамин c и рак то есть идею о том что витамин c профилактирует и лечит рак это тоже принадлежит лайнусу полингу и он это же очень активно продвигал за что ему опять же большое спасибо в кавычках значит что что самое в этой ситуации было неприятно то что те болезни до те состояния против которых предлагалось применяться оскорбинка да такое написание кстати это несколько раз видел встречал что они развиваются немножечко по другим законам и принципам да сейчас вот сегодня да то есть есть некоторые исследования которые показывают как это работает ин витро то есть в стекле но на живых организмах это вот не но не работает такое очень часто бывает к сожалению это работает стекле но не работает на живом организме мало того выяснилась одна очень очень неприятная вещь она не только не профилактирует рак она еще ему помогает это одно из исследований достаточно свежих четырнадцатого года да как где как раз и из изучается как то есть не просто через желудок да можно три грамма съесть это очень сложно а кстати полинг дошел до 18 грамм в сутки его рекорд было 17 грамм в сутки значит переходили на внутривенные введения и вот здесь конкретно правда изучалась ну да 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 правильно то есть внутривенные введения витамина c именно как противораковые средства но вы понимаете да что это было бы хорошо если бы нашлось какое-то новое да лекарство от рака от рака в достаточно постенном возрасте умер от рака простаты если не ошибаюсь то есть с витамином c это все-таки никак не связано но с другой стороны да то есть никакого профилактического эффекта получается вся его жизнь к сожалению не дала но что интересно у него неоднократно спрашивали в восьмидесятом году по моему я могу ошибиться по моему восьмидесятом году на одном интервью у него специально спросили прицельным вопросом было скажите пожалуйста вы знаете какие побочные эффекты витамина c он сказал очень коротко нет и все то есть человек был твердо убежден он твердо стоял на своих позициях и оттуда не ушел до конца жизни так вот в смысле наоборот что у нас происходит наоборот вот например очень хорошо описано как антиоксиданты помогают развиваться раку да то есть те вещества которые по идее должны от него защищать и которые активно продвигались тот же витамин е да не только витамин c витамин е неоднократно объявлялся противораковым и профилактическим в том числе средством которые нужно абсолютно всем пить но выясняется что немножко не так да что и вот эта ситуация и вот эта ситуация она к сожалению абсолютно противоположна тому чем как как об этом рассказывают люди которые продвигают эту информацию ну вот конкретно здесь изучался витамин е а в предыдущем было показано что витамин c не работает понятно что витамины группы b например ну не будут такими свойствами обладать по крайней мере ну или или мы еще об этом просто не знаем не исключено что мы просто еще не все изучили значит интересная ситуация с курильщиками значит в американских клинических рекомендациях неоднократно приходится встречать такую цифру до сих пор причем что для курильщиков нужно просто увеличивать дозу витамина c до насчет 85 в сутки потому что большое количество этого витамина расходуется во время курения то есть это один из побочных эффектов курения и да это естественно стало изучаться то есть сначала появились менее скажем качественные исследования да а потом появились более качественные исследования и вот по мере того как качество исследований росло эта цифра сначала уменьшалась а потом пришло понимание что по большому счету нет никакой хорошие никакой никаким скажем так протективным действием до при курении витамин c не обладает это первое второе мало того человек который курит и принимает витамин c он считает что он как бы нейтрализует эффект курения в некотором смысле и в исследовании было показано что такие люди просто увеличивают количество сигарет в день может они считают что они да они себе помогают поэтому могут курить чуть побольше это вот как раз получила наименование фильтр разрешения это первое и второе постепенно стало появляться понимание того да что это не просто так происходит уменьшение определенного количества витаминов в определенных группах это в общем то как бы следствие общего процесса до который происходит при воздействии компонентов табачного дыма на человека чем и рассказывал на предыдущей лекции так вот если насильно вводить извне некие количество недостающих веществ получается полная ерунда и это на себе проверили финны значит это исследование было опубликовано в 1994 году с такими вот исследователи были были шокированы они по большому счету хотели помочь людям и тем кто курил да они вводили бета-каротин большое количество то есть для того чтобы компенсировать все недостатки курения и наблюдали за этими группами так вот выяснилось что те люди которые получали бета-каротин они заболевали раком и умирали чаще чем те кто курил но не получал бета-каротин это одно из немногих это одна из немногих таких ситуаций да когда исследование пришлось остановить именно из за того что в этой группе люди начали умирать гораздо чаще чем должны были бы да по идее потому что они же вредили себе они курили им начали помогать они почему-то стали умирать чаще вот такая неприятность то есть в эту в этот процесс извне еще раз повторюсь как выяснилось по крайней мере лучше не вмешиваться потому что там немножечко другая под физиология что еще распространенная вещь да что витамина нужно применять всем ну предположим там вот сейчас весенний авитаминоз традиционный да то есть нужно обязательно пропить курс какого-нибудь поливитаминного препарата для того чтобы поддержать себя до подготовиться к лету там и так далее и тому подобное ну опять же исследователи нам все портят это четырнадцатого года достаточно такая интересная вещь да то есть это есть такая американская работе группы по профилактическим мероприятиям она периодически выпускает рекомендации в том числе по витаминам и вот здесь если коротко все это отжать и резюмировать да то если вы здоровый человек не беременный не собирающийся беременеть не кормящий грудью не занимающийся экстремальным спортом до профессионально и не профессиональные военные то витамины вам не нужны это очень такой грустный вывод для производителей которые с ним не согласны понятно что они каждый раз что-то придумывают новое но тем не менее вот сейчас вектор изменяется причем он изменился достаточно так ощутимо да и меняются остальные клинические рекомендации по то что витамины это лекарство все-таки и их нужно применять в определенных состояниях по определенной схеме под контролем врача это первое второе да все-таки есть состояние при которых некоторые витамины показаны я думаю что если вы сейчас зайдете в аптеку и попросите витамины для беременных вам выдадут так штук пять-шесть различных больших таких пачек до больших флаконов по 30 по 40 компонентов будет той конечно может быть и не так но 20-25 точно вот они будут называться по-разному но это будет именно витамины для беременных будут рассказывать что они созданы специально по всем научным исследованиям они учитывают все необходимые потребности но на самом деле пока что единственный витамин по которому есть качественные доказательства да то есть доказательства высокого качества если говорить языком кокриновских обзоров доказательства высокого уровня качества есть только по фалатам то есть по витамину b9 по фолиевой кислоте по остальным да вы видите то есть действительно идет повышение потребностей но не в критическом количестве да если предположим увеличилась потребность b2 до нас на 127 процентов это вполне себе компенсируется гитой увеличением небольшим причем увеличением количества еды понятно что опять же да бывают всякие состояния бывает так что есть невозможно да и так далее но это не касается нормального физиологического скажем течение то есть да тогда потребуется и вмешательство врачей помощь врачей и да действительно использование определенных конкретных витаминов то есть не в таких здоровья на здоровья на комплексах а некоторых вполне конкретных вещей но если что хуже то не будет а это большой вопрос я уже неоднократно да сегодня показываю что может быть хуже значит что важно по фалатам зачем вообще почему это значит есть такая стадия до развития человека когда он еще в общем то совсем совсем маленький там в количестве это в днях его возраст измеряется днях и тогда проходит такой процесс на руляция да то есть закрытие нервной трубки по большому счету это вот то что у нас слева от меня слева это предшественники головного мозга и спинного мозга да то есть можно посмотреть то что наверху закроется станет потом главным мозгом а вот это все все что ниже закроется да и она превратится потом спинной мозг так вот в некоторых ситуациях нервная трубка может не закрываться я не стал сюда выносите фотографии потому что там анонцефалия там очень неприятные вещи кому интересно погуглите фотографии очень много dnt dnt если на английском либо на русский приводится также днт дефекты нервной трубки и дефицит фолиевой кислоты один из доказанных факторов риска то есть не единственный это не означает что если человек принимает если женщина принимает фолиевую кислоту во время беременности что она на сто процентов защищена ее ребенок нет это один из важных но это один из составляющих то есть там есть и стресс предположим какие-то токсиканты и тогда это масса масса всего но вот фолиевая кислота это вечно который можно влиять и да действительно показано в очень многих исследованиях что мы потребляем не очень большое количество фолиевой кислоты почему она содержится в основном в листовой зелени она почему и фолиевая да потому что фоли то есть лист листовой зелени мы употребляем не так много поэтому в некоторых странах даже перешли на принудительное скажем так фолизацию населения то есть обогащают этим витамином некоторые продукты муку в основном и так далее то есть именно вот для вот этих вещей почему почему это важно почему именно фолиевая кислота почему для беременных и почему делается такой акцент дело в том что ну вы сами посмотрите да то есть все заканчивается до старому дню а когда женщина может узнать что она беременна уже к двадцать второму дню очень редко в основном в тех случаях когда это событие ожидаемые планируемые так далее когда специально подбирается идея не все остальное потом просто сидят сначала с тестом предположим по моче но он срабатывает позже иногда прям едут в клинику специально чтобы посмотреть нарастание титров потому что там достаточно посмотреть по нарастанию титров есть определенные лабораторные критерии по которым можно точно сказать вот минимальный срок но после 22 дня уже тут что-то делать поздно да фолиевая кислота нужна и позже но критически она важна именно где-то вот ну с 15 17 и по 22 день тогда когда женщина скорее всего не знает именно поэтому были проведены исследования и по рекомендациям воз да ну вы знаете что это хотя и перестраховочные но и временами все-таки полезная организация по рекомендациям воз тем женщинам которые планируют беременность крайне рекомендуется прием фолиевой кислоты в количестве 400 микрограмм сутки значит если посмотреть какая под этим есть доказательная база да под этим очень неплохая доказательная база и как раз именно по до до зачатия по приему до зачатия даже появился такой термин предгравидарная подготовка вот да это правда и по вот этой именно по вот этому направлению есть самые качественные на сегодня доказательства то есть это как хрейновский обзор его можно найти можно посмотреть и да то есть это неоднократно подтверждено действительно очень неплохие данные да действительно нужно их применять на практике если планируется беременность за месяц начинаем пить фолиевую кислоту и затем происходит зачатие и в течение беременности опять же применяем эту фолиевую кислоту количество вопрос непростой потому что вот эти 400 микрограмм которые показаны они доказано во первых эффективны во вторых безопасны потому что фолиевая кислота да у нее тоже есть негативные последствия они конечно не столь страшные да то есть не дефект нервной трубки и прочие страшные вещи но все-таки они не помогают развиваться плоду да и ничуть не делают лучше женщине более менее безопасным разбегом цифр считается от 400 то что рекомендует влоз до 800 800 микрограмм показано в некоторых исследованиях но там доказательства пожиры да то есть они до хохраненского обзора не дотягивают поэтому ориентируемся на 400 если говорить о приеме во время беременности то тут уже уровень доказательности снижается то есть там если у нас были высокого уровня то здесь уже в лучшем случае средний а в основном низкого то есть низкокачественные исследования и говорить однозначно о том что во время всей беременности необходимо принимать фолиевую кислоту ну в общем нет оснований тем не менее на всякий случай это все-таки рекомендуется пить да именно потому что фолиевая кислота участвует в тех процессах которые обеспечивают формирование нормальной центральной нервной системы у ребенка в том числе головного мозга поэтому с хорошими еще раз повторюсь хорошими доказательствами у нас предграведарная подготовка и вот этот вот первый где-то триместр а дальше уже где-то под вопросом но если есть желание и если врач назначает туда пить можно в этом ничего страшного нет единственное что дозировка вполне достаточно 300 микрограмм в сутки по остальным препаратам и по остальным какие-то дополнениям большое количество вопросов на самом деле то есть нужны ли скажем витамин е не очень понятно потому что его большие дозы показано негативно влияет на кровообращение плаценте то есть но если переборщить в общем то да то есть будет больше хуже чем лучше но тем не менее опять же по некоторым препаратам и по некоторым витамином мер по витамину d но здесь большой оговоркой это именно для тех стран для тех групп населения до у которых риск есть по дефициту витамина но это понятно что в первую очередь северные страны и северные территории многих стран потому что у нас как понимаете по по меридианам мы все-таки так ощутимо разбросанная и в том же на риске например вот такая вещь потребуется где-нибудь на юге ну там вполне достаточно и солнце всего остального то есть еще раз повторюсь витамин d да но здесь очень многими оговорками во первых нужно смотреть в крови и сейчас научились делать и теперь делают почти постоянно да и какие-то новые исследования на этом делают 25 гидрокси витамин d и вот по уровню этого витамина считается что можно контролировать потребность женщине в этом витамине и назначать именно при превышение вернее при тех условиях он снижается ниже критического уровня до в этом случае можно и вроде бы как ничего страшного далее мы закончили принципе с теми кому он прям очень сильно нужен и теперь буквально пару слов до о том что иногда прячется за названием витамина широко известная история с витамином b17 понятно что вы его не найдете в официальных классификациях и здесь вот видите в переводе этой книги так указано до что официальная медицина не признает его всячески прячет эти данные до обзывает тех кто этим занимается мошенниками и шарлатанами но на самом деле абсолютно правильно называет потому что сейчас объясню что произошло взяли полусинтетический амигдалин амигдалин на это вещество которое содержится в косточках ну например вот всех перечисленных здесь растений да то есть вот в сердцевине скажем в косточке персика в миндале вишня и так далее но в достаточно большом количестве растений и все бы ничего да если бы это не было цианидом точнее как это конечно цианид но он нейтрализован глюкозы да поскольку в любом плоде содержится в том числе и некоторые сахара простые год простейший сахар у нас моносахарид глюкоза он умеет делать очень полезную вещь да то есть обезвреживать цианиды это не так что вот вам дали цианисты калий вы тут же закусили куском сахара и спасли себе нет но в токсикологии это применяется при отравлении цианидом то есть вводится специальный раствор в том числе глюкоза да именно потому что она умеет образовывать связи связывать цианиды здесь как мы видим вот этот амигдалин да по большому счету у нас что здесь у нас здесь раз глюкоза два глюкоза и вон там какая-то крокозябраслевая значит если мы это вещество принимаем вот мы его проглотили то начинается ферментативный процесс да откусывается первая глюкоза есть специальный фермент проназин бета-глюкозидаза у нас в желудке и сразу откусывается одна глюкоза мы получаем проназин проназин то есть одна глюкоза и вот все та же крокозябра потом откусывается следующая глюкоза это все происходит как я повторюсь в желудке и мы получаем вот такое интересное соединение да она называется мандела-нитрил вы прошу прощения вот но так называется мета-соединение что это означает что она тут то собирается все вместе то распадается то есть мы не можем точно сказать что вот она состоит вот из тех двух конечных веществ но она периодически в них превращается и самое неприятное из них внизу находится да это да аж циан то есть водород а то что повышенный бензальдегид и в общем он в основном он отвечает за запах горького миндаля который исходит от цианистых соединений различных так вот получается так что человек внутри себя устраивает вот такую вот производство отравляющего вещества по большому счету да это речь называется летальным синтезом и к счастью для того чтобы себя уморить до нужно съесть я сейчас не помню точные расчеты но по-моему полтора ведра сырых косточек этого самого персика то есть это конечно много но при определенных условиях достижимо ну естественно имеется ввиду что самого содержимого то есть понятно что не косточек а именно содержимое что интересно что до того как появился по 17 или его продавали под торговым наименованием лаэтрил людям было сложно да набрать эту дозу то есть как вы понимаете полтора ведра ну это много это съесть очень тяжело а при помощи лаэтрила это стало вполне достижимо потому что это очищенная вещь да ее можно использовать прям прямом назначении и да действительно вот один из описанных случаев к счастью человек выжил но дело закончилось естественно токсикологическим стационаром тут человек решил действовать против рака то есть это продвигалась как средство против рака который медицина прячет от всех нормальных людей вы понимаете а для себя то использует да так вот он решил ударить сразу по двум направлениям во первых лаэтрил во вторых витамин c они же и те и те работают а если их сложить вместе то бойцы энергичный эффект будет все хорошо но что интересно что в кислой среде да вот этот процесс о котором я рассказываю идет еще быстрее то есть человек просто ускорил существенно ускорил синтез внутри себя цианидов и результате попал в токсикологический стационар но правда он тут очень постарался да он ел сколько а 4000 миллиграмм витамина c ну то есть это очень хорошо очень так хорошо и 3 грамма амигдалина то есть человек очень хотел быть здоровым значит еще одна история которая имеет отношение прямое отношение к витаминам да я думаю что по перу мастера все узнали художника да олег добровольский значит про история про солдатский бром я думаю что вы все знаете что для того чтобы солдаты так сказать занимались делом и не занимались не делом да им подсыпают бром успокаивающее вещество до которая так сказать при препятствует потенции и так далее все так далее так далее это видели все потому что что происходит приходит медик из заговорщическим видом сыпет какой-то белый порошок в компот что это может быть только успокоительный акис успокоительным бром если разбирать историю тем более мне разбирать легко я бывший военный врач я как раз этим и занимался то то в общем то это только со стороны военного врача выглядит смешно да со стороны всяких теорий заговоров очень даже красиво и стройно и логично так вот хорошо мы предположим пусть это будет какой-то бромид но пусть бромид натрия для того чтобы получился искомый эффект нужно принимать примерно 1 грамм в сутки значит если вот я служил в учебном этот мотострелковом полку на 2000 лист переменного состава то есть это примерно у нас получается два килограмма бромидов в месяц только на один полк а если все это посчитать на год да еще на армию то получится такие цифры а сутки да 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 это две тысячи в сутки или неправильно правильно 60 килограмм да я еще я еще помню что у меня получилось четверть тонны за год в общем за год четверть тонны только на один полк это вот вся химическая промышленность должна производить бромиды это первое второе те кто эти бромиды реально пробовал они хорошо знают что они соленые ну да конечно не так соленые как хлориды но все-таки соленые это означает ну я понимаю да что так сказать армия это очень суровая организация но соленый компот это перебор даже для армии далее а что это что это на самом деле а это содержимое вот этих вот барабанов он там опять же в левом углу они прячутся в этих барабанах мы получали аскорбиновую кислоту понятно что это достаточно такие большие емкости да то есть на год по медицинскому снабжению для чего для проведения витаминизации личного состава до для того чтобы в весенний вот этот раз период до и ликвидировать этот якобы существующая витаминоз а я чуть попозже вот и здесь же уже буквально в этой же теме расскажу о том как мы его потом искали и будем это все закончилось так вот это был витамин c то есть в этот компот эти коварные медики сыпали просто витамин c и все не более того почему в компот или холодное третье блюдо на армейском языке да просто потому что при термической обработке витамин c разрушается очень быстро а здесь он разрушается не быстро то есть он тоже понятно что его как правильно сказал борисович что его задача окисляться поэтому витамин c окисляется быстро но именно поэтому и сыпят перед употреблением то есть вот мы засыпали от компот перемешали и компот тут же разлили и дали солдатам вот так это по идее то есть мы некое количество витамина c все-таки до солдат донесли но как вы понимаете да это в общем не останавливало людей до сих пор многие эти сказки про солдатский бром рассказывают хотя опять же я повторюсь я был армейским врачом и я видел абсолютно все заболевания передающиеся половым путем у солдат абсолютно все включая сифилис включая все остальное то есть им это не мешало нисколько такое впечатление что наоборот даже помогало это да можно было бы просто оружие не давать да выпустить в сторону противника и все на это значит теперь вот как раз о исследованиях да очень часто говорится о том что сдайте анализ на витамины а потом мы уже так сказать поговорим да что там у вас что там на самом деле или не на самом деле да действительно мы можем определять и сами витамины и их метаболиты в некоторых биологических жидкостях и вот в той же армии кто-то видимо кто-то наверху делал научную работу как раз по витаминизации а мы в обеспечении этой работы соответственно собирали урину не упаренную личного состава и анализировали сколько там было витамина c то есть все это строилось в очень красивые графики в зависимости от того какое там время года предположим какая нагрузка интенсивность когда были учения и так далее то есть там строилось все так очень капитально то есть понимаете большая очень большая наука правда потом выяснилась неприятная вещь да то что этот уровень в матче никак не коррелирует с тем что так сказать получает то что организм усваивает то есть по большому счету то что появляется в матче это как бы сброс это лишки да то есть от мы дали организму этот витамин c он что-то использовала то что лишним ушло в мочу и как бы именно его мои определяли то есть мы искали совсем не то что нужно это первое и второе да помочь и у нас никакие витамины не определяется вот по вот именно этой причине да что туда идет сброс почему мы можем определить по крови да действительно мы можем определять некоторые да то есть я вот специально зашел на сайт одной из известных московских лабораторий не будем ее называть и посмотрел какие сейчас они делают анализы поскольку я знаю что лаборатории продвинуты что они используют лабораторные автоматы что так сказать на переднем крае науки находятся это все что мы можем делать на сегодня ну и плюс еще есть генетические некоторые исследования по особенностям обмена фолиевой кислоты но это там настолько все заморочено это очень очень редко требуется в основном мы можем определить витамин b12 да действительно можем показать что недостаточность это вот тот случай о котором я говорил да когда-либо заболевание которое затрагивает тонкую кишку либо ее резекция далее вот тот самый 25 гидрокси витамин d который сейчас чуть ли не в каждой подворотне можно определить он нужен для чего для того чтобы либо назначить этот витамин d либо контролировать его прием потому что бесконтрольный прием витамина d как и всех остальных витаминов вреден поэтому мы используем для мониторинга лечения витамином d вот этот метаболит далее что у нас тут еще может быть это некоторые очень такие редкие случаи упорного упорно текущего рахита да то есть а витаминоза по витамину d который мы не можем справиться можно поискать рецепторы для витамина d можно поискать фолиевую кислоту да то есть это тоже нужно поскольку есть есть особенности обмена я не буду сейчас так сказать раскрывать целиком но как в во всех ситуациях которых я рассказывал и про алкоголь и про никотин есть разные варианты рецепторов есть разные варианты как усваивается фолиевая кислота у разных людей и да иногда бывает так что этой фолиевой кислоты много в той же крови да а предположим до клетка она не доходит именно потому что там не стоит какая-то мутантная лень гена которая продуцирует мутантный не совсем правильный рецептор и не происходит вот это вот знаменитой связи ключ-замок и не срабатывает а это вещь это так что еще и все да то есть если посмотреть то и все мы больше ничего такого определять клинически значимого не можем а как же все эти массовые анализы на витамины которые предлагаются ну вот все что вот в этой части в правой части от меня это желатанство то есть это просто развод на деньги да 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 я сейчас я я уже закончу да и будем как раз переходить к вопросам по вот этим анализом дать четкую картину а витаминозы гиповитаминозы гипервитаминозы и так далее нельзя да мы можем там найти то есть волосах мы можем их обнаружить просто потому что это те же витамины у нас есть во всех частях организма как я уже сказал но даже если мы там проведем не знаю биорезонансную диагностику лифольевскую да или начнем кости пилить смотреть что там на спилах да мы не найдем клинически значимых изменений это самое важное то есть мы можем найти витамин это вот как с мочой вот с той самой с витамином c да мы можем найти но клинического значения этот результат иметь не будет никакого поэтому единственное что мы на сегодня умеем это вот там а вот этим всем мы не пользуемся да но это не по анализу зубов да это достаточно просто посмотреть да раз на тебя зуб выпал знаешь что-то не то с другой стороны это не обязательно цинга это может быть то есть там достаточно определенный должен быть симптомокомплекс и кожа изменена спила костей как это шутка вот но я не удивлюсь если такой анализ кто-нибудь будет предлагать если честно потому что но сегодня всякое бывает так переходим к вопросам вот я специально да я специально не затрагивал вопрос с железом фосфором там селеном и так далее так далее потому что там ситуация еще более запутанная потому что я понял то же самое то же самое анализ волос например то есть что мы можем что мы можем сказать по анализу волос я не знаю или рассказывала про анализ волос волос на прошлой лекции нет а я просил специально ну ладно начать это расскажу в принципе что мы можем посмотреть да мы можем посмотреть структуру волос определить достаточно ли получает питание целом да то есть никаких конкретных вещей а в целом имеется ввиду что если предположим там они какие-то ломки или еще что то есть есть вполне определенные морфологические признаки по которым драматолог точнее трихолог то есть специалист по волосам может сказать что предположим нужно там не знаю там увеличить поступление там жиров или еще чего-то вот это мы можем сказать все остальное там не про не знаю железо там кальций какой-то даже холестерин иногда умудряются определять по волосам это все клинического значения не имеет она там просто откладывается именно потому что она просто может дойти это с таким же успехом можно делать среза ногти кстати такое тоже делать не важно да то есть это еще раз повторюсь это исключительно развод людей на высоко на высокотехнологичное шалатанство то есть вот этот текст что кровь это вот сиюминутный срез а там волосы или ногти это вот как мы живем вообще в принципе образ ну смотрите опять же как в любой шалатанской методике под этим есть своя база и эта вещь используется в токсикологии и в судебной медицине то есть мы да мы можем сказать у этого человека когда он контактировал с ядом например вот по волосам опять же с пилом костей да то есть но это уже патанатомы делают по ногтям и так далее да действительно мы это можем сделать мало того современные методы токсологического анализа позволяют сказать откуда я как долго происходил контакт и так далее то есть это уже расширяются возможности но это совсем другое другое это то что относится и во первых другому спектру скажем так состояний и это нечто привнесенное извне это не то что вот внутри нашего организма да мы не можем судить вот если в волосах мало железа это означает что его мало везде вот если в крови мало то нужно еще делать остальные анализы потому что вы же понимаете да что то чтобы в крови мало нужно еще смотреть как она переносится да какие есть какая ну чем там есть около чтоб не соврать то ли 12 то ли 15 показателей по железу и мы можем сказать что точно происходит только если вот их все соберем и посмотрим да потому что одно дело когда железо поступает достаточно но плохо усваивается другое дело когда он нормально поступила нормально усвоилась но клетки не могут его восприять или нет переносчиков или их мало предположим переносчиков и так далее то есть там настолько все сложно да что вот просто по анализу крови вот вы нашли у вас мало железа это ни о чем не говорит ровным счетом вообще потому что нужно смотреть эритроциты нужно смотреть все остальное то есть это комплексная вещь гематология это в общем то одна из самых наверное непростых медицинских специальностей и совсем не про волосы это первое да и и то я слышал про такие анализы я их видел даже то есть тех людей которые занимаются это развод на деньги исключительно потому что вы не сможете проверить так ли это то есть вот вам говорят что у вас по анализу волос предположим микроэлементоз какой то или наоборот недостаточность микроэлемента вы это не сможете подтвердить другими исследования потому что если вы пойдете мерить кровь и там ничего не найдете вам скажет а это волосы или предположим по моче за мной найдете тоже самое да д Rock что это совсем другое то есть вы сможете этот диагноз подтвердить исключительно тем же исследованием Да, то есть получается, что они как бы замыкаются сами на себя, и это, в общем-то, не очень хорошо. Потому что те же гематологические исследования мы еще можем проверить, да, то есть существует масса других симптомов, которые мы можем найти при помощи других исследований. И мы все это собираем в кучку, да, и мы получаем в итоге диагноз. А здесь исключительно вот этот вот, исключительно эта вещь, и вам тут же на месте наверняка назначается лечение. То есть говорит, что у вас нет железа, вам нужно пить вот этот комплекс, все. То есть это, к сожалению, обман. Почему к сожалению, я повторяюсь уже неоднократно, да, что было бы хорошо, если бы мы так умели делать. Но мы так не умеем делать. Спасибо. А у меня тоже есть вопрос. Да, да, да. А ну вот по поводу как раз омега-3 и витамина D. То есть я просто сама столкнулась с тем, что у меня два эндокринолога в разных абсолютно клиниках, там частные, государственные, да, не знакомые друг с другом, вот, то сказали, в общем-то, одно и то же, да, фактически, что там после 40 омега-3, это вот, прям, как доктор прописал, вот, и витамин D в нашей, значит, в нашей климатической зоне, как минимум полгода, значит, обязательно пейте. Причем дозировка, да, там, не наша аптечная, а вот лучше повыше. Ну вот я уже говорил, да, делается анализ на 25 гидроксовитамина. И смотрим, существует... А вот на омегу, это же как-то, это тоже не витамин, а что-то другое. Это не витамин. Это просто питательное вещество. Это еда, да. Потому что, если витамины могут навредить, то, чтобы навредил омега-3, я что-то не встречал такого, если честно. Ну да, то есть, там просто противно съесть такое количество, будет неприятная отрыжка из жопы. Ну, смотрите, опять же, витамин D, да, действительно, он требуется, но в тех случаях, о которых я говорил. То есть, вы точно у себя это, вернее, не вы, конечно, а врач, диагностирует это у вас, потом подбирает конкретную дозу, то есть, есть клинические рекомендации по этому, есть на английском языке, есть уже на русском языке. То есть, все это описано. Это клинические случаи, которые ведутся врачом. Да. У меня вопрос по поводу витаминных комплексов. Вы говорили, что, в принципе, они не нужны человеку здоровому. Если я так понимаю, что у человека все-таки питание, оно такое, ну, нормальное, разнообразное. А если, например, ограничено питание, то есть, отсутствие там, ну, несколько месяцев или в очень малом количестве фруктов, совсем, вообще, почти нету овощей, зелени, там, фрукты, мяса, что-то такое, то все-таки есть лица в комплексах? Ну, смотрите, во-первых, чтобы в современных условиях появился выраженный авитаминоз, что-то уже давно, очень давно не приходилось с этим сталкиваться, например, в нашей стране. Да, некоторые вещи описываются в той же Юго-Восточной Азии, да, вот, и то уже похоже, что они начинают как-то к этому приспосабливаться, потому что изменяется и характер питания, и доступность некоторых видов пищи и так далее. У нас, ну, скажем так, нет достаточно клинической базы, не то что клинической, а скорее доказательной базы, да, то есть, большого количества исследований, потому что таких людей немного. Это, предположим, они могут где-то какие-то, ну, не знаю, зимовки там, предположим, да, или еще какие-то вещи, которые связаны с длительным отсутствием связи с Землей. Потому что рационы, они, в общем-то, составляются не просто так, да, не то что вот два мешка брюквы, чтобы солдат съел и так далее, да, вот вам будет 10 тысяч килогалорий. Нет, естественно, что все это составляется грамотно, с учетом того, что человеку придется этому, конкретно этому человеку жить где-то очень далеко и так далее. Это первое. Второе. Витаминно-минеральный комплекс – это просто способ удорожания мочи, так сказали очень давно наши американские коллеги, и, в общем-то, это правда. В том случае, если вам реально требуются какие-то витамины, достаточно принимать вот действительно отдельные какие-то вещи, не вот эту здоровенную вещь, да, потому что, ну, во-первых, она дорогая, она ощутимо дорогая. И если, предположим, на эту же сумму купить, предположим, ну, тех же фалатов, да, там, витамина Д и какой-то нормальной пищи, то это вполне реально, заменить одно на другое. То есть, в принципе, из пищи будет даже лучше. Отсутствие фруктов и овощей будет цинга? Нет, нет, нет. Ну, по крайней мере, еще раз я говорю, что цинга последний раз была описана на наших территориях в 20 веке, в начале 20 века. Я, конечно, могу ошибаться, я специально поискал, посмотрел. Может быть, где-то на каких-то отдаленных территориях она описывалась, потом, еще, но это вот было связано именно с северными территориями в основном. А сейчас, в общем-то, и на тех, на северных территориях, в общем, те продукты, которые могут содержать витамин С, они, в общем, доступны, это первое. И второе, ну да, в некоторых случаях, например, им могут предлагать витаминизацию, да, если, предположим, проводились нормальные исследования, не смачивать, не как мы и делали, да, вот, а нормальные исследования с клинической оценкой, то есть, там есть свои методы оценки и по витамину С, они связаны там с поменциальностью сосудов, делается такой специальный тест, ну и так далее. То есть, да, можно найти клинически выраженный, предположим, близкий к витаминозу по витамину С, ну, он уже лет сто не встречался. Вопрос про полевую кислоту. Дело в том, что некоторые производители этвозачаточных таблеток, добавляют, да. Полевую кислоту, зачем? Ну, вот они следуют вот этой модной вещи. Это хорошая версия, да. Версии про если не сработает, мне очень понравилось. Добавляют все больше 900 миллиардов. Да, я знаю, да. Ну, не больше 800. Это тоже хорошо. Ну, в общем, то есть, еще раз, в этих дозах ничего плохого не произойдет. То есть, это не так страшно. И, так, что-то я еще хотел по... Альфолипоевы вы еще хотели? А что там по ней с ним? Обругать. Ну, а зачем ее ругать? Это просто еда, как все остальное, как все остальные, там, не знаю, какие-нибудь... Я даже не придумаю какие, но какие-нибудь обязательно есть, наверное, очень полезные. Назначали против диабетической нейропатии, вот на моей памяти. Ну, много против чего назначали, да. Ну, и ликопина назначали, насколько я помню, и полисферартрола была очень большая история. Помидоры, что ли, Николай? Ну, да. Ну, коземный коллаген тоже, кстати, рекомендуется. Ну, в общем, еще раз, когда... Я же еще сказал, что я буду все портить. Потому что, когда все это собирают в кучу, да, и делают метаанализы, когда это выходит на какую-то клиническую практику широкую, выясняется, что эффект в лучшем случае, да, то есть люди приписывали этот эффект чему-то другому. Как от того купороса. Ну, примерно, да. К сожалению, да-да-да. Это, опять же, к сожалению, да. Я, собственно, это ждал, но, видимо, придется задать вопрос. Самый, я бы сказал, распространенный, даже не миф, а какое-то так вот принимаемое по умолчанию, что кроме препаратов, пускай, витамины вводятся только в овощах и фруктах. Все. И наоборот, во всех овощах и фруктах есть все витамины. Мой, как интересно. Нет, а вот такого я не слышал, если честно. Ну, оно не формирует. Это правда, да? То есть это... То есть это многие слышали об этом? Потому что я вообще не слышал, если честно. С витаминами надо есть фрукты. Причем любые. Ага. Да, действительно, некоторые диеты, самые строгие, да, ну, веганская, пожалуй, самая строгая из них будет. Ну, хотя нет, можно, конечно, дойти там до фрукторианства и так далее. Но все-таки давайте, да, останавливаться где-то в пределах разумного. Веганская диета, она, да, приводит к дефициту по витаминам В12. Это просто потому, что в растительных источниках его там вот с такими нулями, и то я не уверен, что они вообще там есть. В основном это продукт именно животное. Распространенное вот мнение, что типа вот эти там гидропоники, выращенные овощи фрукты в наших торговых сетях, это да, тоже типа витаминами полезности, пустота. Вот это вот я тоже слышал. Либо что искусственно. Агмо опозирует. Да. Агмо может рассказывать долго. Да, ну, нет, в принципе, еще раз, мы сейчас, у нас немножечко изменились потребности. Да, мы сейчас не занимаемся физическим трудом по 12 часов. Мы там не ходим в горы, чтобы ловить этого мамонта несчастного, да, загонять куда-нибудь на вершину Эвереста, и потом его там по кусочкам стаскивать вниз и так далее. У нас сильно изменились потребности. Очень сильно. И поэтому нам не нужно такого количества витаминов. Ну, по крайней мере, приходилось слышать такие объяснения со стороны. Это, конечно, надо спрашивать эволюционных биологов. Это к ним в первую очередь вопрос. Во-первых, зачем мы так научились, да, очень странным образом получать эти вещества. У меня, конечно, есть подозрение, да, что у нас на самом деле организм – это такая ленивая сволочь. И если он понял, что это можно получать извне, зачем это внутри себя синтезировать. Вот. А что там скажут эволюционные биологи, я не знаю. Это надо их спрашивать. Примерно поискал. И стал быть фактором отбора. Да, да. То есть, они так всегда говорят, что просто все те умерли, да, а эти выжили. Вот. И так получилось. Мы действительно, мы не можем сказать, почему оно так произошло. Да. Но факт, да, что у нас снизилось потребности в питательных веществах. У нас уже нет таких гигантских рационов. И, соответственно, гигантского количества витаминов нам не нужно. А на гидропонике все равно, то есть, растения все равно будут собирать в себе те вещества, которые есть. Это первое. И второе. Далеко не все, правильно было сказано, далеко не все витамины есть во всей пище. Да, то есть, есть некоторые преимущественно животного происхождения. Да, есть там преимущественно растительного. То есть, витамин С, ну, теоретически он, конечно, есть в крысах. Но использовать их в качестве источника было бы очень сомнительно. Да, и много. Если жрать свой вяст, да. Вот. Еще можно, наверное, птичьи почки попробовать с сырьем, да, потому что они вроде бы в почках у себя статизируют птицы. И так далее. Понятно, что наиболее рациональным для витамина С будет растительная пища, да. Для фалатов, например, то же самое. Будет растительная. Потому что их там просто больше. Нужно просто смотреть, в каких конкретно продуктах больше каких витаминов. То есть, витамина А, например, именно в этом виде, да, ретинола и так далее. Больше в животных источниках. В виде сдвоенной молекулы, да, бета-каротина, то есть, происшественника, который потом рассыпется на две в нашем организме, да, больше в растительной пище и так далее. То есть, это все тонкости, которые нужно учитывать. Именно поэтому и говорят, что питание должно быть полноценным. В том смысле, что, да, мы должны есть любые источники. И растительные, и животные. И если, так сказать, человек решает отказываться от красного мяса, например, по каким-то причинам, не знаю, там, он прочитал, что это стало онкогеном и так далее, да, может отказываться. Но это не означает, что нужно отказываться вообще от всего мяса. Потому что есть и рыба, есть молочные продукты, да, и они тоже содержат достаточное количество витаминов. И по большому счету нам с вами, то есть, вот в наших широтах, да, в пределах нашей страны, реально возместить нашу потребность в витаминах именно пищевым способом. И этот способ наиболее предпочтительный. Я объяснял почему. Именно потому, что мы получаем не только витамины, но и все остальные питательные вещества. Это важно. То есть, нельзя, предположим, питаться в Макдаке, да, и потом съесть коробку витаминов. Это совсем не то же самое, да, что питаться, там, предположим, какими-то простейшими местными овощами, фруктами, да, не очень дорогими. Рыбой, там, курицей и так далее. Это, как бы, это правильная тактика поведения. Какие еще вопросы? А сама суть витаминов работы, они с химической точки зрения что именно делают? Получие разнообразные? Да, очень-очень-очень. У них очень разные и свойства, и функции. Ну, одна из распространенных, как я уже сказал, они либо помогают ферментам в их работе, то есть, являются коферментами. Катализатор? Часть? Ну, не совсем, часть фермента. То есть, это составная часть. Да, часть из них работают в редокс-системах, но он витамин С, да, то есть, это окислительно-осстановительная реакция. Часть из них будет, например, тот же витамин А, он будет действовать буквально в сетчатке, да, то есть, он просто жизненно необходим для того, чтобы синтезировать пигменты. Да, да, то есть, это именно поэтому с ним связаны такие большие проблемы, да, то есть, слепота развивается при дефиците витамина А, именно из-за того, что просто нет вот этого пигмента. Ну, и так далее. То есть, у них у каждого, в принципе, свои задачи, свойства строения, то есть, это очень разные вещи. Их поэтому и объединили по принципу, что они нам нужны, что нам нужно их мало, мы их не умеем синтезировать, либо в маленьких количествах, ну, и так далее. У них нет какой-то общей функции. Это просто, скажем так, поддержка. А вот там в списке витаминов, которые В, там пропуски в МНРС, это все, которые выкинули по ходу исследований? Ну, в общем, да, это сложно мне сказать, почему именно так называли. Действительно... Части выкинули, части объединили. Да. То есть, разные группы открывали, и они свои там... Да, еще, вот, вот, вот о чем сказать, что очень часто одно из распространенных заблуждений, что, скажем, например, витамин А, это просто один какой-то конкретный витамин. Или там, предположим, витамин В12, это тоже какое-то конкретное вещество. Нет. Очень часто там группа веществ, несколько веществ, да, предположим, тот же витамин А, он у нас А1 и А2, по-моему, насколько я помню, есть, то есть, как минимум, два вещества. В группе там, где был написан ниацин, например, никотинамид еще, то же самое, еще там четыре, по-моему, вещества и так далее. То есть, это группы веществ, у которых, ну, более-менее сходное строение, например, те же кобаламины, они, одна из их отличительных, скажем, черт, у них есть кобальт и определенная группа, да. А все остальное, например, может быть, цианкубаламин, может быть, еще что-то. То есть, какие-то группы навешиваются другие, это, получается, разные вещества, но они действуют, скажем, в одном ключе примерно, да, содержатся примерно в одних источниках, и поэтому вот они находятся в группе витамина В12. И так далее. То есть, это вот, да, вот об этом я еще забыл сказать. Какие еще вопросы? А вот, например, там, витаминизированные как-то для глаз усваиваются такими-нибудь глазами? Кожа усваивает? Крем-сваивает? Так, вот по поводу кожи кремов, это вот к Юрию Хребтовой, если она еще раз будет читать из лекции, это она об этом рассказывала. Далеко не все. Если очень коротко пересказывать ее лекцию, то далеко не все. Хотя бы потому, что мы втираем уже аргареший слой, да, тот, который скоро отшелушится, и толку с этого не будет. Да, ну, это, то есть, до дермы очень мало чего доходит, это нужно очень постараться, чтобы она тогда попала, всосалась и так далее. В рекламе там все проникает до самых качественных. Да, с глазами тоже, в общем, не все так просто, да, потому что, ну, вы же понимаете, что она все равно будет всасываться, она все равно пойдет. Дело в чем, что у нас далеко не все витамины мы получаем в активной форме. И для того, чтобы они заработали, от них можно какой-то кусочек, например, в печени оторвать. Это только сейчас начинает учитываться, например. И вот некоторые фалаты сейчас начинают класть в таблетки в форме уже метаболита. А вот если мы возьмем обычную фолиевую кислоту, то ей нужно будет дойти до печени, там пройти трансформацию, после этого она превратится в активную форму. То же самое касается, я думаю, что и глазных витаминов. Там многие, очень многие из них, по-моему, должны сначала активироваться для того, чтобы сработать. Пока дойдет до печени, что ли? Ну, получается так. То есть, по большому счету, пероральная форма, она, в общем-то... То есть, если вы будете принимать витамин А, то глаз его тоже получит. И это не означает, что если вы или глазные пленки положите с витамином А, либо капли закапаете, либо какую-то массу, еще что-то, что это будет лучше. Это не факт. Скорее всего, эффект будет... Может быть, даже лучше будет от внутреннего применения, там будет доза побольше. Потому что к глазным препаратам там очень строгие требования. В том числе по содержанию определенных веществ. И туда еще не все класть можно, да. То есть, кислоту тоже не особо положишь. Еще вопросы? Да. Нет, смотрите, значит, для чего это иногда делается? Потому что многие витамины у нас термолабильны, да. То есть, они разрушаются при тепловой обработке. Не только при тепловой, да. Тот же витамин С, например, когда мы ходили в наряд по столовой, да, то нам несколько раз говорили, что если увидели, что картошка залита водой, и мы туда ее сбрасываем, мы пойдем еще раз в наряд. И будем ходить до тех пор, пока не поймем, что картошку чищенную нельзя оставлять в воде. Потому что витамин С разрушается. Значит, это касается и термообработки в том числе. Если мы хотим восстановить ценность, пищевую ценность этого продукта, потом мы можем провести витаминизацию. Такое широко используется, например, для молочных продуктов. Для некоторых других продуктов. Детское питание. Детское питание и так далее. То есть, мы провели термообработку. Теперь это безопасный и так далее продукт. Мы просто восстанавливаем содержание витамина. Это не ужас-ужас? Это не ужас-ужас. А на этикетке просто написали, что обогатили. Ну, фактически, там был ноль. Стала некая единица. Значит, обогатили. Это как подсолнечное масло с витамином Е. Это примерно из той же оперы. Бывает, бывает. Да. Об этом пишут. Не обращал меня. Нет, у меня сфотографировано специально с витамином Е, без холестерина. Без ГМО. Но без ГМО, да. У меня сода без ГМО дом стоит. Да, у меня тоже. Сода без ГМО у меня есть. И этот самый модифицированный крахмал без ГМО тоже. Это отдельная песня. Без ГМО нет, без ГМО нет, а вот без ГМО нет. Так, ну что, я думаю, все на этом, да? Если что-то, какие-то вопросы остались. Так, несколько объявлений. Первое. В эту пятницу в центре Архе состоится наша совместная лекция с Алексеем Паевским по отравляющим веществам. Поскольку тема, как вы сами понимаете, чрезвычайно актуальная, вот, и у меня уже болит лицо от фейспалмов, у Алексея тоже, мы решили с точки зрения токсиколога, с точки зрения химико-органика, эту тему разобрать. Начало в 19.30, в эту пятницу, в центре Архе. Это на спортивной или фрунзенской, там как удобнее кому идти. Можно найти в сети, анонс есть у меня тоже. Значит, далее, потом здесь, в апреле, я, к сожалению, не смогу прочитать лекцию по радиации, которую я обещал, но лекция будет. То есть, будет читать Алексей Паевский. Вот, ему тоже можно верить. Я понимаю, что он прочитает немножко с другой точки зрения, но информация там будет тоже нормальная, да? То есть, будут не мифы новые на месте старых, а очень грамотное объяснение. Далее, следующая лекция в мае, мы пока точно не можем сказать, но, скорее всего, это будет 15 число. Да, а вот с темой, напомните, мы договаривались о какой-то теме на май. Да, после радиации вроде ничего не такого. Вот, и мне показалось. Потому что на июнь, на последнюю, как я понимаю, в первом полугодии лекцию, мы оставили загар, фотосенсибилизацию, борщевики, вот эти все там препараты, которые, так сказать, на загар влияют, ожоги солнечные, все вот это вот. Может, ее в мае лучше? Думаете. Потому что и в июне не все ходят, и как-то уже солнце начинается. Нет, я просто исхожу из погоды, потому что, может быть, и на солнце так и июне появится. В мае, да? Хорошо, тогда давайте так. У нас получается 15 мая. Извините, в мае первая волна загорающих. Стремительно. Не скажите, в Питере вот они уже сразу были. На Петропавловке вот буквально, когда только чуть-чуть потеплело, они тут же высыпали. Но я понимаю, что они там, они впитывают вот так всей поверхностью тела, это же питерцы. Витамин Д. Я тоже так делал, когда в Питере жил, потому что, ну, вы понимаете, солнце, это все, это не рабочий день в Питере. Тогда мы слушаем предложение, о чем рассказать в июне. В июне. Да. Кто бы что хотел, какие мифы вы хотели бы опровергнуть в июне? Я боюсь, что не наберется столько интересного. Потому что, ну, что там, там не так интересно, на самом деле. То есть, в большинстве случаев это просто раскрученные маркетинговые истории. Не более того. То есть, кто-то находит, а вот давайте, вот все, это будет, это прям замечательно, нужно всем обязательно. Это там предотвращает то-то, 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 а потом начинает выяснять, что нет, не предотвращает, а помогает и так далее. Не получишься такой красивой истории. Может, о паразитах что-то не будет? Ну, о паразитах я уже читал. То есть, уже была лекция про паразитов. Правда, здесь не читал. Вот, я же предлагаю. Но это было в части чистки, это было? Нет, а в смысле, вот, как я уже говорила, всякий лайм там. А, и это тоже? Паразитство, вот это все. То есть, всех вообще паразитов, да? Да, глобально. Ну, если интересно, давайте в июне поговорим о вообще всех паразитах, да? То есть, не о тех, которые внутри, но и которые снаружи лазят. И они не обязательно в форме, да. Они могут быть. И с лапками и так далее. Значит, ну, давайте так. Да, хорошо. Тогда у нас в мае мы говорим о загаре, о загаре, об ожогах, о фотосенсибилизации и прочих интересных вещах. А в июне тогда будут паразиты. Все, спасибо большое. До следующей встречи.